Дискриминация То есть официальный процесс То Как мы понимаем никаких Дискриминационных вещей здесь не может быть По определению Ибо в случае если будет хотя бы Какой-то намек на дискриминацию То тот офицер, визовый офицер Иммиграционный офицер, который Примет такое решение По какой-то кандидатуре Он тем самым себе подпишет волчий билет Для работы В госорганах Канады Соответственно никто так рисковать Не будет и поэтому С точки зрения официальной процедуры У человека, который 50 лет Плюс-минус Проблем именно из-за возраста Не будет Однако вы должны понимать, что человек, который Иммигрирует В возрасте уже за 50 После 50 То он вообще не получает никаких баллов За возраст Как вы знаете, в Канаде балловая система Начисления очков Для того, чтобы быть годным для иммиграции И поэтому Если вы Старше определенного возраста То вы получаете 0 баллов За свой человеческий капитал Таким образом вы должны будете компенсировать Потерянные баллы за счет других Пунктов Это может быть образование Это может быть опыт работы Это может быть какая-то мегаэксклюзивная профессия И так далее И тому подобное Таким образом Если мы говорим Такой простой ответ на вопрос Можно ли Иммигрировать после 50 Да Вы можете иммигрировать после 50 При условии, что у вас Хороший язык Хорошее образование Отличный опыт работы И востребованная профессия То есть если вы Компенсируете Свой возраст За счет других Баллов Пунктов То вы можете иммигрировать Я сейчас говорю про основной стрим Про основное направление Условно говоря Про экспресс-центр Когда вы иммигрируете Сами по себе Как независимый специалист Как Так называемый Landed immigrant То есть человек Который Приехал Для того, чтобы В Канаде Для того, чтобы в Канаде жить Однако Как обычно Дьявол кроется в детали Для того, чтобы Набрать Все это количество Необходимых пунктов Да Вы должны быть Очень хорошим Очень эксклюзивным Специалистом А таковых На самом деле Немного И Такие люди На самом деле Для таких людей Мир открыт Они могут выбрать Какую угодно страну И На Канаде Света не сошелся Света не сошелся Пардон Поэтому Мы будем сейчас Говорить Про массовый Такой вариант Что можно сделать Для того, чтобы Мигрировать После 50 Наиболее массовые Стримы Направление Которое позволяет Это делать Это Замужество Или Брак То есть Вы кого-то Находите В своей диаспоре И собственно Сочетаетесь Законом брака На этом основании Происходит Семейное спонсорство Другой момент Это момент Связанный С работой Сиделкой С инвалидами Людьми Которые Старше 60 лет С детьми У которых Какие-то Тяжелые Заплевания Сразу Оговаривают Что Работать В семье Родственников Нельзя То есть Это должен быть Нормальный контракт Со всеми нормальными Вытекающими Делами Вы должны Иметь Медицинское Или Педагогическое Образование Как правило Медицинское Требуется Вы должны Иметь Уровень Языка Средний Либо Продвинутый И соответственно Вы должны Найти Работателя Который Вас возьмет И последняя Возможность На самом деле Она Плотно Перекликается С тем О чем я говорил Чуть-чуть выше Это то Что Если вы Уникальный Специалист Если вы Хороший Специалист То Вы можете Прецедовать На работу В какой-нибудь Канадской Компании Или в Канадском Учебном Заведении В колледже В университете Для В рамках Точнее Программы По поиску Международных Интернациональных Международных Признанных Специалистов Скажем так И для того Чтобы Передать Свои навыки Свои знания Канадцам Есть такой Отдельный Стрим Отдельное Направление Который Начал работать С июня Этого года Причем В чем его плюс По-моему Я говорил Уже Поминал Об этом Что Власти Гарантируют Что Весь Миграционный Процесс Будет Занимать Всего Месяц Даже Меньше Порядка Двадцати Дней Дней Это Вот Такие Три Возможности Помимо Того Что Я Сказал Помимо Экспресс Центре Которыми Вы Можете Воспользоваться Для Того Чтобы Эмигрировать В возрасте Пятидесяти лет Еще раз Говорю Что Здесь Абсолютно Те же Самые Требования Что И К людям Более Молодого Возраста Вы Также Должны Иметь Хорошее Знание Языка Хорошую Профессию Опыт Работы И так Далее Просто Вы Должны Будете Компенсировать Свой Возраст Свои Балы За счет Каких-то Других Навыков Так Пожалуйста Без вопросов Приезжайте Живите И так Далее Все До Сем Откланиваюсь Всем Хорошего Дня И Счастливо Пока